ОМТВЮЭЙ ПРО ГОЛОВНЕ Почти две недели прошло с момента теракта в Крокус-Сити-Холле. И только сейчас удается в полной мере ощутить масштаб повреждений здания. Радио Свобода публикует спутниковые снимки Крокуса до и после теракта. Виднеется огромная дыра в крыше, результат пожара, который устроили террористы. От момента, когда они вошли в здание, до обрушения кровли Крокуса прошло чуть больше 40 минут. Но власти не задаются вопросом, почему концертный зал сгорел за считанные минуты. И никак не включают в дело владельца Крокуса, бизнесмена Агаларова. Зато вопросы возникают у пострадавших в теракте. 11 человек написали заявление на имя главы Следственного комитета Бастрыкина. Они пишут, что в зале быстро сгорел занавес, который, согласно правилам, должен быть изготовлен из огнеустойчивого полотна. Также быстро сгорели кресла. И в целом пострадавшие пишут, что противопожарные системы были в нерабочем состоянии. После теракта в разных городах России начали образовываться стихийные мемориалы. То же было и в Ростове-на-Дону. Вот только сегодня цветы с мемориала погибших в теракте взяли и перенесли на могилы участников войне в Украине. Это сделали волонтеры организации «Милосердие на Дону». Они решили, что траур по умершим от рук террористов – это история временная. А вот война продолжается. Все это сделано с одобрением местной администрации, у которой горе россиян явно не в приоритете. Ну а Путин, который так и не появился на месте теракта, сегодня выступал на коллегии МВД. Помимо банальности серии «Все должны ответить и нужно все тщательно расследовать», он стал угрожать ответными терактами. Меняют это оружие. Это оружие, которое применяется против России, это очевидно сегодня уже. Должны понимать, что оно обоюдно острое, это оружие. Заказы преступлений за деньги, они не единичны. Понимая его логику, скорее всего он имеет в виду Украину или условный Запад и обещает им ответные атаки. Но сам терроризирует всех уже два года, так что угрозы особо не впечатляют. Жена мобилизованного отправляет мужа на убой и желает ему удачи. Алена пришла вместе с мужем, рассказывает решение пойти на фронт он принял еще два года назад. Шнурки говорю быстрее завязывай, а то моя белая лада там в автосалоне пылью покрылась. И вот на днях подписал контракт с министерством обороны. Доводы привел очень хорошие, как говорится, что дома сидеть. Как говорится в фильме Балабанова бабло заканчивается, а перспектив никаких. Нужно защищать страну, семью, а им всем удачи желаю. Ну удачи тебе муженек, чтобы хлоп и без боли, чтобы долго не мучился. Победим Украину. Осталась неделька. Все. Депутат Картополов объясняет, когда же это все закончится. Когда Киев возьмем, тогда закончится. Беспредел с беспилотниками. Ну то есть, проще говоря, никогда. Мать, чей сын не вернулся из Украины, все равно пошла на выборы и проголосовала за Путина. У нас в Вишере 16 человек, по-моему, уже погибло. 16 человек. Много. Его как бы признали без вести пропавшим. То нет, нет его. А то потом сказали, груз 200, уже везем. И в течение трех дней его привезли. Ради чего вот дети наши там гибнут. Голосовала, конечно. А если не секрет, за кого голосовали? За Владимира Владимировича Путина. Почему за него? Потому что, не знаю, девушка, мы в свое время еще хуже жили. И в сравнении с сейчас я считаю, что мы нормальны. Он у меня сына забрал, а я все равно за него проголосовала. И считаю, что это нормально. Именно так. Именно так. С начала года в реестр террористов и экстремистов внесли почти 700 человек. Для такого короткого срока это рекорд. Теперь в списке больше 14 тысяч имен. И помимо настоящих террористов, там есть лидеры оппозиции и просто известные люди, которые критикуют режим Путина. Например, наши коллеги Иван Жданов и Леонид Волков, писатель Борис Акунин. До сих пор в реестре убитый Путиным Алексей Навальный. Неудивительно, что когда оппозиционеров приравнивают к террористам, спецслужбы раз за разом упускают из вида настоящих преступников. Мне кажется, что это нелепо и очень печально. А в это время медики из 12 регионов попросили Путина выполнить обещание и назначить надбавки к низким зарплатам. Наша заработная плата на ставку с вычетом подоходного налога составляет 19 300 рублей. И только с учетом федеральной социальной выплаты в размере 7 тысяч рублей она увеличилась до 26 тысяч. Чтобы зарабатывать больше и улучшить свое материальное положение, нам приходится жить на скорой помощи, работать на полторы-две ставки. Не треба скиглити, треба брать лопату и годувати свою семью. В Ивановской и Саратовской областях фельдшеры получают зарплату около 20 тысяч рублей. Начиная с прошлого месяца им должны были доплачивать 30 тысяч. Это было личным обещанием Путина. В городах, где живет от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи дополнительно, помимо базовой заработной платы, будут получать 29 тысяч рублей. Средний медперсонал 13 тысяч рублей. А в населенных пунктах, где живет менее 50 тысяч человек, такие специальные выплаты будут существенно выше. Он врет, как сивый мерин. Но этих денег, кто бы мог подумать, так и нет. Обращение с требованием повысить зарплату записали медработники из Забайкалья, Вологодска и Костромской областей, Алтайского края, Карелии и других регионов. Родные мои, понимаю, как вам нелегко. Но сейчас нужно еще потерпеть. Вот новость о реальных достижениях России. Мы обновили рекорд по количеству миллиардеров в списке Forbes. Теперь их 125. Это на два больше, чем в довоенном 2021 году. Могло быть еще больше, но 10 миллиардеров после начала войны отказались от российского гражданства. Женщина, очевидно майор, называла сотрудника американских ВВС своим секретным агентом и тайной любовью. Одинокий Слейтер, видимо, в качестве благодарности за это тепло, в частности, рассказал о визите американских законодателей на Украину, а еще про поставки оружия. Например, в какой-то момент загадочная пассия написала «Любимый Дэйв, у НАТО и Байдена есть какой-нибудь секретный план, чтобы помочь Украине?» За щедрые ответы на все эти вопросы любимому Дэйву грозит до 10 лет тюрьмы. Историус там пытается обвинять Путина, что Путин якобы Россия использует этот перехват для того, чтобы дискредитировать Германию, вносить разброд и шатание в германские политические силы.